Добрый день, уважаемые студенты! Мы продолжаем с вами изучение дисциплины «Дипломатический и деловой этикет». Тема нашего занятия – организация и проведение дипломатических переговоров и приемов. Лекцию читает доцент кафедры международных отношений и государственного управления Кузьмина Виолетта Михайловна. Подготовка дипломатического приема. Любой дипломатический прием должен быть хорошо спланирован заранее. В подготовку приема входят во-первых, выбор вида приема, во-вторых, составление списка приглашенных лиц, в-третьих, рассылка приглашений. После этого необходимо составить план рассадки за столом. Это касается как завтрака, обеда, так и ужина. Затем необходимо перейти к составлению меню. При этом необходимо учитывать культурные и этнические особенности приезжающих гостей. Затем необходимо заняться подготовкой помещения, сервировкой столов, распланировать обслуживание гостей и подготовить соответствующие речи для выступающих. Также стадии подготовки включают в себя в первую очередь это уважение традиций и обычаев страны пребывания, принятие к сведению местной протокольной практики, заблаговременная рассылка приглашений и необходимо еще раз заняться компоновкой мебели. Распределить обязанности дипломатических работников, оказать внимание определенным гостям. Для примера, дипломаты и их жены не должны замыкаться в обществе своих друзей и коллег, создавая кружки по интересам. Списки приглашенных должны быть утверждены руководителем учреждения. Должно быть определено общее количество гостей, оно не должно превышать возможности обслуживания. Отсев приглашенных, которые по разным причинам отказались прибыть на мероприятие, тоже должен произведен быть заранее. Ну и необходимо помнить о том, что необходимо избегать тесноты на приемах. Мы сейчас с вами разберем различные виды дипломатических приемов. Выделяют так называемые дневные дипломатические приемы. Запишите. К дневным дипломатическим приемам относят бокал шампанского, бокал вина, бокал вина с сыром и завтрак. Бокал шампанского. Такой прием требует минимума времени на подготовку. Данный прием менее почетен. Он начинается приблизительно по полудню в 12 часов дня и заканчивается в 13 часов. Как правило, данный вид приема устраивается в связи с национальным праздником, либо в честь прибытия делегации. Также данный вид приема может устраиваться по случаю вручения верительных грамот, либо по случаю открытия выставки, фестиваля. Во время приема предлагаются шампанское и конфеты. Но возможны вариации. Можно предлагать сок, либо вино. Закуски не предполагаются на данном виде приема, но они возможны. Особенность бокала шампанского состоит в том, что данный вид приема проходит стоя. Одежда не предполагает какой-то особой вычурности. Как правило, это повседневный деловой костюм. Также хотелось бы рассказать еще про один вид приема, который будет называться завтрак. Завтрак, как правило, проходит в промежутке с 12 до 15.00. Длительность завтрака предполагает час или полтора часа. Одежда на завтрак также деловой костюм. Что касается меню, то меню на завтрак выглядит следующим образом. В него входит, как правило, одно-два блюда холодной закуски, одно горячее рыбное блюдо, обязательно десерт. Не исключается первое блюдо и горячая закуска, но это уже по желанию. Перед завтраком предлагается аперитив – спиртные напитки для возбуждения аппетита. Ассортимент напитков разнообразный. Это могут быть и джин, виски, компари, вермут, херес, модера. Обязательно присутствуют соки и минеральная вода. К аперитиву предлагаются соленые орешки, печенье, канапе, маленькие корзиночки с паштетами или салатами. Как правило, завтрак завершается кофе или чаем, но это уже происходит в другом зале. Еще одна разновидность дипломатического приема, дневного дипломатического приема – это бокал вина с сыром. На самом деле это относительно простой и дешевый прием. Он был особенно популярен в 70-е годы XX века среди дипломатов. Он проводится по типу буфета. Гостям предлагается сыр, рассчитывается не менее 200 грамм на человека, а главное блюдо и есть сыр и его разновидности. Имеются, конечно, и другие закуски, но, как правило, большое внимание уделяется сырным тарелкам. Сыр кладется большими кусками, подаются сырные ножи, хлебцы, масло, свежие сухие фрукты, орехи, маринованные овощи и оливки. Буфетный стол на дневные приемы располагается, как правило, в центре помещения. Бокал вина с сыром предоставляет широкие возможности для фантазии. Можно расположить сыры, украсить стол по-разному. Можно оформить в деревенском стиле, можно при помощи хрустальной посуды. Фрукты и овощи, как правило, служат декоративным материалом. Как правило, во время таких приемов подаются бесферментные сыры и ферментные сыры, мягкие сыры типа камамбер, полумягкие, эдем, гауда, ракфор и твердые сыры, чеддер или английские сыры. Чем больше будет разнообразен сырный стол, тем лучше для гостей. Теперь мы с вами рассмотрим вечерние дипломатические приемы. К вечерним дипломатическим приемам относят коктейль, а-ля фуршет, обед, ужин, обед-буфет, журфикс и чай. Коктейль. Данный вид приема начинается в 17 часов, иногда бывают исключения, в 18 часов. Продолжительность данного приема, как правило, 2 часа. Считается нормальным, если данный прием будет проходить около полутора часов. Гости могут приходить и уходить в любой час, а само мероприятие носит церемониальный оттенок. Оно устраивается для того, чтобы отметить какое-либо событие, ну, например, по случаю вручения верительных грамот, либо подписания какого-либо важного договора. Данный вид приема может устраиваться по случаю прибытия делегации, формы одежды, повседневный костюм или вечерний туалет со смокингом, если это оговорено в приглашении. Что касается меню приема, то подают, как правило, коктейли в бокалах, чаще всего виски, мартини со льдом, может быть, белое или красное вино. На столе маленькие закусочные бутерброды, канапе или фрукты. Возможно, подача некоторых горячих блюд, жульена, маленьких сосисок, шашлыков на палочках, фуршет или по-другому а-ля фуршет. Данный вид приема на практике похож на вид приема коктейль. Он проводится в то же самое время, что и коктейль. Столы накрыты скатертью практически до пола, но они всегда стоят у стены, а центр зала находится в распоряжении гостей. Рюмки, бокалы, стаканы выставляются в ряд или треугольниками. К завершению приема возможно подача шампанского, мороженого и кофе. В конце может быть небольшой концерт или показ фильма, если в зале почетный гость. Теперь мы перейдем к с вами к более почетному вечернему дипломатическому приему. Он называется обед. Обед начинается, как правило, в 20.30 или 21 час. Длится от двух до трех часов. Ну, надо сказать, что один час гости проводят за столом, остальное время проводят в гостиных, общаясь друг с другом. Это торжественный прием. И, соответственно, одежда парадная. Как правило, на приглашениях указываются, в чем прийти. Либо это белый галстук, тогда приходят во фраке, либо это черный галстук, тогда приходят в смокинге. Могут указать, что необходима вечерняя одежда. Тогда дамы одевают вечерние туалеты, соответствующие данному виду приема. Как правило, меню обеда состоит из одной-двух холодных закусок, супа, горячего рыбного блюда, горячего мясного блюда, десерта. После обеда в гостиной подают кофе или чай. Предлагается традиционный аперитив. Относительно одежды хочется сказать особо. Женщинам следует приходить в одежде строгого покроя, неярких тонов. Принято являться в платье обычной длины. Возможно, небольшая шляпа из фетра или шелка. Не рекомендуется приходить с большим количеством ювелирных украшений. К фраку полагается белый галстук, накрахваленная манишка, воротничок с углами, белый жилет и лакированные туфли. К смокингу черный галстук, бабочка либо бабочка и черный жилет. Столы для обеда накрываются обязательно белыми скатертями. Салфетки белые, накрахмаленные, кладут на тарелочки для хлеба. Столы ставят в виде буквы П или Т. Почетные места, обращенные лицом к входным дверям или окнам. После обеда может быть проведен прием, коктейль либо а-ля фуршет. Такое сочетание приемов связано с пребыванием в стране зарубежного гостя или зарубежного деятеля. Еще одна разновидность обеда – это обед-буфет. Буфетный обед берет начало в Швеции, так называемый шведский стол. Участники рассаживаются за отдельные столы по 5-6 человек. Может практиковаться принцип самообслуживания. Это менее официальный вид приема, чем обычный обед, поэтому одежда в зависимости от указанной формы в приглашении. Сервированный стол едой с длинной скатертью стоит, как правило, у стены, а вокруг него рассаживаются гости. Такой обед в последнее время популярен, так как он позволяет подавать блюда, рассчитанные на разные вкусы. Теперь мы с вами рассмотрим один из наиболее значимых видов приема как в деловой, так и дипломатической сфере. Называется он ужин. Ужин начинается не раньше 21 часа. Он мало чем отличается от обеда. Он также связан с пребыванием в стране главы государства. Есть традиция приходить с подарком, сувениром, который имеет отношение к стране пребывания. Как правило, место гостя за столом отмечено карточкой с фамилией. Если кто-то из гостей задерживается, им предлагают аперитив, а потом уже перейти к столу. Хозяин или хозяйка у дверей встречают гостей и представляют друг другу. Когда все гости собрались и хозяйку оповестили, что ужин готов, она приглашает всех к столу. Мужчина может поухаживать за дамой, отодвинув ей кресло, что положит начало знакомству. За столом хозяйка должна следить за тем, чтобы никто не доминировал в беседе. Курить нежелательно. В конце трапезы главная гостья дает понять хозяйке, что пора вставать из-за стола. Как правило, завершение застолья происходит в 22.30. Иногда через 2-3 дня осуществляется отправка открытки или письма с выражением благодарности за оказанный прием. Теперь рассмотрим еще одну разновидность дипломатических встреч приемов. Называется чай. Как правило, данный вид приема проходит между 16 и 18 часами. Подаются чай, конфеты, печенье, фрукты, соки, минеральная вода, иногда сухое вино. В качестве закусок выступают сэндвичи с икрой, рыбой, сыром. На данный вид приема могут быть подобраны цветные скатерти и салфетки, а посуду ставят на маленькие тканные салфетки. Бывает еще одна разновидность чая исключительно для женщин. Чай для женщин. Этот вид приема распространен во многих странах. Есть такая традиция приглашать на чай супругой министра иностранных дел, супруг других послов, других женщин. Также этот прием практикуют супруги глав дипломатических представительств. Иногда возникает необходимость в фиксированных временах приема гостей. Данный вид приема называется журфикс. Этот вид приема уходит из дипломатической практики. По содержанию он совпадает с приемом чай. Супруга министра иностранных дел назначает на весь сезон зафиксированный день и час каждой недели, когда ожидает гостей. Один раз в начале осенне-зимнего сезона рассылается приглашение на прием. Либо это будут среды, четверги, либо пятницы. Иногда такие приемы носят форму музыкальных вечеров. Журфикс и его разновидности сводятся к тому, что они могут проводиться государственными учреждениями, министерствами, ведомствами. К разновидностям можно отнести кинопросмотры, музыкальные, литературные, танцевальные вечера, встречи для игры в теннис, шахматы и другие спортивные соревнования. Мероприятия сопровождаются легким угощением. На каждое официальное мероприятие протокольная служба предписывает являться в определенной одежде, что указывается в приглашении. Одежда может быть парадной формой, фраком, смокингом или обычным костюмом, но ни в коем случае не спортивного покроя. Ордена на мероприятия надеваются в особо торжественных случаев. И, как правило, одежда должна быть умеренных тонов. Особенно это касается женщин. Теперь мы с вами перейдем к принципам рассадки за столом переговоров. Первый принцип. Гости сидят лицом к входной двери, если дверь находится в центре. Второй принцип. Гости сидят лицом к окнам, если дверь находится сбоку. На представленных картинках вы можете увидеть данные примеры. Здесь вы также можете увидеть картинку, на которой специальная рассадка за столом соблюдена. Далее посмотрите еще на один пример схемы рассадки за столом переговоров, когда напротив каждого из хозяинов дома сидит по одному приглашенному гостю. Например, делегация России сидит, а напротив нее располагается делегация из Китая. Бывают варианты рассадки делегаций за круглым столом. Это делается для того, чтобы обеспечить равный доступ к голосу во время обсуждения тех или иных важных дипломатических вопросов. Не исключена рассадка гостей за квадратным столом. Это тоже входит в дипломатическую практику, является нормой и ни у кого не вызывает никаких курьезов или недомолвок. То есть всех устраивает. Как правило, лицом к присутствующим делегациям располагается принимающая сторона, либо представители от различных стран. Как вы видите, на данном примере большая двадцатка расположения за столом переговоров. К каждому протокольному событию присущи свои требования. В том числе это касается отказа или опоздания на дипломатический прием. После положительного ответа посещение приема обязательно. В крайнем случае от приема можно отказаться. Бывают всякие непредвиденные обстоятельства, в том числе и происходящие в стране события. Об отказе необходимо оповестить организатора приема, послав письмо с курьером. На завтрак, обед, ужин следует являться в строго указанное время. Приемлемо лишь пятиминутное опоздание. Иногда в приглашении есть приписки, которые допускают опоздание на четверть часа или же будет написано без опоздания. На прием или коктейль можно опоздать, когда в один день приемы проходят в двух или более представительствах. В этом случае опоздание на 20-30 минут и ранний уход считаются нормой. Спасибо за внимание. Лекция была прочитана доцентом кафедры международных отношений и государственного управления Кузьминой Виолетты Михайловны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова